Всем привет, хорошие мои друзья! Сегодня у нас какое-то число? Девятое, по-моему, да. Девятое число, среда. Я сейчас буду краситься. Проснулась в десять сегодня. Убирала чуть в комнате, чуть-чуть себя в порядок приводила. Душ сходила, волосы помыла. Сегодня решила, ну, типа, выпрямила феном слегка. Сейчас буду краситься, и мы поедем с Тёмой за подарком Дане. У Даны завтра день рождения. Она нас пригласила к себе в гости, чтобы его отметить. И мы ответственно согласились. Нужно придумать, что Дане подарить. И выбрать, что надеть завтра. Я еще не знаю, в чем пойти. В общем, поедем в торговый центр. Сделаем небольшой такой шоппинг. И, надеюсь, мы выберем что-то интересное. Потому что идеи у меня нету. Мне надо как-то посмотреть на все и выбрать что-то для Даны. А то я в замешательстве. Вчера, кстати, не была на танцах. Из-за того, что у нас был весь день съемочный. И я не успела, короче, туда пойти. Поэтому я отмени... Ну, короче, просто не пошла на тренировку. А сегодня тоже, скорее всего. Сегодня могла бы пойти на растяжку, но не пойду. Потому что надо ехать, выбирать Дане подарок. А завтра точно не пойду. Потому что к Дане мы идем на 6 часов. И, в общем, я на этой неделе все тренировки, получается, пропускаю. Но ничего. Я нагоню потом то, что пропустила. У нас сегодня пасмурно. Погода такая, ну, не очень. И мне как-то хочется из-за этого не то, чтобы спать, но лежать и ничего не делать. Не мотивирует меня такая погода к действиям. Но настроение все равно хорошее. Я заметила последние 2 дня, у меня лицо резко начало становиться лучше. Я потерялась, если честно, почему. Просто у меня несколько дней подряд уже не появляются никакие новые высыпания. Плюс те, которые были, прям быстро начали сходить. И постакне вот эти прыщи, ну, именно пятна от прыщей, они прям хорошо так рассасываются. Я не знаю, какое объяснение этому дать. При том, что у меня через день или через два должны начаться критические дни. И, по идее, должно быть наоборот. Должно становиться только хуже, потому что обычно меня подсыпают именно перед этим всем делом. Но вышло наоборот. Я как-то вообще потерялась, если честно. Но меня радует это в любом случае. Спасибо тебе, жизнь. Вчера на ночь нанесла пилинг на лицо, вот этот от Лярош, которым почему-то давно не пользовалась. Ой, не вижу я его тут где-то. Короче, я вам как-то показывала. Он именно сглаживает тон кожи, убирает постакны и все такое. И прямо на утро мне действительно понравилась кожа. Как-то поры даже отсутились у меня, и все просто в целом стало как-то красивее, аккуратнее. Ой. Было бы так всегда. Я все еще хочу записаться к косметологу и запишусь, обещаю вам и себе. Вот прям, наверное, сегодня это и сделаю. Просто у меня проблема в том, что в Киеве я не знаю, к кому именно пойти. Там надо написать знакомым девчонкам, кто в Киеве живет, спросить. Может, они посоветуют мне своих каких-то хороших косметологов. Да, наверное, так и сделаю. Просто хотелось бы все время обслуживаться у одного и того же врача. То есть, чтобы не ходить каждый раз к другому косметологу, к новому, и начинать его лечение снова и снова, и там все эти процедуры. А вот ходить к одному, который знает мое лицо, будет вести мою кожу там в течение какого-то периода. Это намного, мне кажется, лучше, удобнее и правильнее будет. Я уже как-то вас спрашивала, блин, но потеряла ваши ответы. Если кто из Киева, и вы знаете тут хороших косметологов, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Может, я кого-то найду, выберу для себя. Все, я крашусь. Вы прикиньте, у нас перегорели все три лампочки в люстре в комнате. Перегорела сначала одна еще где-то неделю назад, потом еще одна еще дня три назад. И вот сегодня перегорела третья, как раз когда я красилась. Соответственно, в комнате теперь темень, у нас только диодная лента сейчас светит. Мы все никак просто не могли купить лампочки новые. Все время про них тупо забывали. Сегодня уже по-любому придется купить лампочки, потому что, ну, это уже как-то не очень. Смотрите, кто у меня здесь. О, приветик. Мы приехали сейчас в SkyMall. Пока ехали, у нас появилась пара идей и подарка для Дары. Сейчас мы посмотрим, что тут есть еще интересного. Но если ничего нет, то тогда мы купим то, что мы подумали купить. Чисто Маша и загадка. И я еще хочу кушать. Давай перекусим. Кушайся. Дюдя. Дюдя, да. Короче, мы нашли, походу, Даня подарок. Вот очень быстро. Сейчас мы еще думаем. Ну, короче, нашли классную сумочку в Хлайт, которая, мне кажется, ей по-любому понравится. Ну, вот, блин. Она такая прикольная. Учитывая то, что у Даны почти вся архия, даже черного цвета, я заметила, вот этот ремешок будет классно смотреться. И сумочка сама прикольная. Прикольно. Мы купили эту сумочку, которую я вам только что показала. На самом деле, это была идея Артема зайти в этот магазин. Я потому что изначально не думала... Потому что Артем там есть... Все знают Артема. Артем туда, короче, просто часто ходит. И покупает себе всякие шмотки интересные, брендовые. Ну, в общем, и мы тоже заскочили. И вот нашли эту сумочку. Мне кажется, Дане этот аксессуар, назовем это так, подойдет вообще идеально. Мне тоже. Она вот в таком стиле всегда. Ей, мне кажется, вообще она с ума сойдет. Плюс она такая модница, мне кажется, ей зайдет. Любит измерить хорошие подарки. Я уже, честно, я уже хочу видеть реакцию Даны. Мне кажется, она просто дуба не поверит. Уписается. Да. Ну, короче, все. Завтра мы еще это дело упакуем в какую-то красивую коробочку. Купим еще пакет цветочков красивый. И я так и не нашла, что мне надеть завтра. Боже мой. Ты и так у меня самая красивая, чем я сейчас. Спасибо. Ты можешь без ничего пойти. Без ничего. Все упадут просто. Хорошо. Все как купальники. Без ничего лучше. Так. Прямо едем. Ой, нам развернуться. Без, знаете, аж надо будет. Поехали. Мы сейчас еще в пробке постоим. Мы сейчас едем в другой торговый центр. На другой филиал того магазина, где мы только что были. Потому что у них есть курточка в наличии, которая Артему очень понравилась на сайте. И мы хотим ее померить. А то у Артема нет новой зимней куртки. Да. В прошлом году, помните, он ходил в такой черный, с North Face это тоже было, да? С такими языками пламени. Но она уже поднадоела, как я понимаю. Она просто маленькая. Маленькая. Она очень. Она еще после стирки вообще в два раза меньше сдала. Ты что, ее стирал? По-моему, мама ее постирала. Я попросил. Ну, в общем, Тема в ней немножко подстреляла. Ну, она на нем подстрелянная получается. Так вот, надо новая и сейчас померяем. Там обычно она такая черная, но должна быть хорошая. Меряем курточку. Что скажешь? Твои впечатления. Мне нравится. Мне это неплохо. Но? Ну, не знаю. Ну, не знаю. Ты рад? Мы наконец-то купили курточку сегодня. Ура! Поздравляю, пошли есть. Да, поздравляю. Я очень хочу кушать. Мы купили, кстати, не ту черную, а такую же, но только она цвета хоккей. Она черная и зеленая. Так, нам где-то наверх. Нам низ? Вон. Наверх? Наверх. А, тут у меня вразия? Да, вверху. Мы пришли кушать сейчас и играем, что мы в шахматы. Как вы к этому пришли? Давай-давай. Играем в шахматы. Первую партию. Я очень тупо в ничью закончила, хотя я имела все шансы выиграть. Но я просто где-то просчиталась, и у нас получилась ничья. Хотя у Артема оставалось всего две фигуры. А сейчас играем в следующую партию. Пока непонятно. Но тактика у Артема интересная. Он просто убегает королем в зиму поля. Нет, я наоборот в смысле убегаю, я нападаю. Я убил королем четыре фешки, ферзя и коня. Ну просто обычный в шахматы, типа, ну, король наоборот, его там все защищают. А у Артема наоборот всех защищает король. У нас каждый ход, этот откуда-то шах, то мне, то ему, но постоянно шах. Потом шах королем королю. Нет, королем королю у нас нет, шах не может быть. Ну да, попробуй. У них расстояние хода в одну клеточку, поэтому... Ну, может, но это... Мы тут кушаем еще параллельно тоже. Мы вернулись уже домой. Все, что нужно было, мы сделали, покушали, в шахматы поиграли. Но, кстати, сделали мы такие не все, что было нужно. Мы так и не купили три лампочки в комнату. Сейчас у нас включено зеркало, и только от этого зеркала у нас в комнате свет. Я не знаю, как у нас это все с лампочками работает, потому что уже, наверное, в общей сложности, ну, недели две мы забываем это сделать. Сейчас хочу опять нанести на ночь вот этот, как он называется, сыворотку пилинг, вот, вот, сыворотка с эффектом пилинга, вроде так, на лицо. Ну, потому что, ну, очень нравится. Что, я попыталась выбрать, что мне надеть, но так и не выбрала. Мне ничего не нравится. Я потеряла где-то свой черный жакет из Зары, и поэтому мне нечего накинуть на плечи. Я либо надеваю черную юбку и черный топ, в котором мне, скорее всего, будет холодно, либо надеваю черную юбку и черный бодик. Но так мне тоже будет прохладно. Я бы все равно хотела накинуть наверх этот жакет, но его у меня где-то нет. Я не знаю, где он испарился. В общем, я бы опять где-то при переездах посеяла. У меня остается только один вариант. Это завтра поехать еще в лавину или куда-то просто глянуть. Может, я какой-то пиджачок куплю. Мне, как бы, не горит. В принципе, я могу и так спокойно пойти в юбки и в бодики, но я просто реально волнуюсь за то, что мне будет холодно. У нас даже вот дома, когда я примерялась, ходила по комнате, мне было холодно. А я не знаю, как будет дома у Даны. Ну, она снимает дом, мы там будем отпечатать. И какая там будет температура. Я просто реально не хочу сидеть мерзнуть весь вечер. Поэтому мне будет спокойнее, если я все-таки куплю себе что-то наверх накинуть. Будь то какой-то кардиган или пиджачок, жакет. Короче, посмотрим. В общем, в идеале, если я завтра смогу съездить, была бы я просто рада и счастлива. Ну, так вот. Косметологу пляха-муха так и не записалась сегодня. Я, блин, вспоминаю про это только утром, когда крашусь, и вечером, когда смываю макияж. Напомните мне, брат, кто-то днем, пожалуйста. Тёма уже спит, кстати. Он вырубился уже. Ну что, друзья, всем привет. У нас уже следующий день и уже вечер следующего дня. Дело в том, что мы сегодня, во-первых, долго спали, потому что нам надо было это спаться. Ибо сегодня нам допоздна гулять из-за дня рождения. Потом мы быстро собрались и поехали в торговый центр. Там вот я реально провтыкала, ничего не сняла, но я купила себе платьишко для того, чтобы быть красивенькой. Потому что я, в общем, так не смогла придумать, что мне на дети своего. И купила новое чёрное платьишко. Вот так. Мне так спокойнее. И ещё парочку прикольных аксессуаров. Сейчас я вам всё покажу. А по времени нам уже пора начинать собираться. Пойду сейчас мать голову, краситься и будем ехать. И у нас ещё очень ужасная погода. Я вам, блин, не покажу, но, короче, там у нас что-то такое сыпет. И непонятно, то ли дождь, то ли снег, то ли град. Короче, какая-то отвратительная погода. Очень скользко. Мы даже не загоняли машину во двор, потому что мы бы уехали в Кювет, в этот, естественно. Машины все едут просто в 40 км в час, потому что ужасный гололёд. И мы, в общем, машину оставили снаружи у дороги, а не во дворе. И не знаю, как мы сейчас... Ну, мы по-любому будем вызывать такси, чтобы поехать на день рождения. Ну, просто... Это ужас. Это просто ужас. Мы, кстати, ещё запаковали подарок Даны. Вот он у нас будет в такой красивой розовенькой коробочке. Мы, правда, не успели купить цветочки, хотели ещё заехать. Но из-за погоды пробки. И мы просто тогда бы не вложились ни в какие сроки. И везде бы опоздали. Так что перед Даной извинимся, что мы без цветочков, но очень надеемся, что ей понравится наш подарок. Платьишко я вам покажу уже на себе. И взяла ещё аксессуарчиков. Вот такую цепь тоже в Заре купила. Я давно себе такую хотела. Сейчас померяем. Мне кажется, будет красиво смотреться с тем платьем, которое я взяла. И вот такие сережки. Ну, я не знаю, буду ли я их сегодня надевать. Но просто мне показалось, что вместе это может быть красиво. Нам каким-то образом через час надо выездить. А я ещё не красилась. Незала укладку. Мама здоровая. Но ничего. Дана, мы немного опоздаем. Я надеюсь, ты нас простишь. Пробки очень сильные. Мы ехали домой. Без того, чтобы ехать минут 15. Где-то недалеко совсем. Мы ехали, наверное, минут 45. Я не знаю, сколько мы на такси будем ещё заданы ехать. Ну, короче. Ужас. Мне кажется, миссия выполнена успешно. Я забралась. По-моему, получилось красивенько. Волосы накрутила. Макияж сделала. Платьице надела. Вот такое вот оно. Тут слегка декольте. Я дополнила цепочкой, которую купила. Извиняюсь за моё грязное зеркало. Мне нравится. Как получилось? Всё. Сейчас колготки надену. Зову Тёму. И будем ехать. Ну что, Зай? С днём рождения. С днём рождения. Ну, вы почти когда договорились на полвосьмого. Сейчас уже полдесятого почти. Ну, чуть-чуть опоздали, но с кем не бывает. Приветик, приветик. Привет. Ну, я красивая, я не красивая. У нас чисто блогерский подарок. Очень эпатажная, крутая упаковка для любого бренда. Давай, ты открывай главное, что внутри. Я теперь вою. Ты шо, это же Ашан. Ашан по холме посоветует. Может, сюда поближе? Господи, ну и скользко, конечно. Мы еле-то доползли. Всё? Открывай. Да. Вот я был уверен, что тебе понравится. Да. Это странная реакция. Ой, боже мой. Тут Киева, ты Киева, ты модная. Буду ходить сумка от самой Мэри Элсо. Она не с Алика. Да. Ну, хорошо. Теперь ты прям будешь главной модницей Киева. С днем рождения. Спасибо вам, мама. Всё, давайте быстро раздеваемся и идём петь. А есть, есть шо? Нет, ну ты не ешь, ты на диете. Да не, не доесть. С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. Сегодня уже следующий день. И мы только проснулись. Тёма ещё вообще не до конца, Тёма ещё отсыпается. У нас вчера просто пипец был. Ну, мы хорошо погуляли, вопросы вообще никаких. Типа чудесно всё было. Мы когда начали ехать домой, во-первых, из-за этого гололёда, про который я вам говорила, всё очень сильно замёрзло. Причём, когда я вам говорила, что у нас гололёд, это ещё было вообще не гололёд. Это просто была такая лёгкая наледь. Гололёд появился, когда мы уже ехали к Дане. То есть, боже, это не то, чтобы вот, ну, типа, скользко, да. Это просто все дороги и тротуары покрылись вот таким тонким слоем леда. Вот прям вот такой прозрачный, блин, светлый, гладкий лёд. И это просто анриел. То есть, там реально нужны были шипы для того, чтобы нормально функционировать. Мы, естественно, не решились ехать на своей машине. Во-первых, из-за того, что мы хотели выпить. Во-вторых, потому что, как бы, ну, лёд. Мы доехали к Дане вроде нормально. Но такое тяжело, конечно, таксисту очень было. Мы еле поднялись с Артёмом вообще по нашему склону, вот этому двору, к воротам, чтобы выйти в такси сесть. Ну, нереально просто. То есть, у нас как-то шёл будто бы дождь. Но погода, походу, была то ли минус, то ли не минус. Я не знаю, как это возможно, что нам сразу замерзало, короче. Непонятно. Потом мы... Ну, пока там гуляли, естественно, особо никто ничего не знал. Ребята, когда выходили на улицу, то тоже говорили, что очень скользко. И потом, когда мы уже уезжали домой, мы уезжали где-то часа в 4 утра обратно. То мы, во-первых, еле доскользили до такси. А во-вторых, мы на такси еле выехали со двора. Потому что там очень узкие дворы, так есть задом, тупо по льду. То есть, не по скользкой дороге. Не называю это так. Это был лёд. Просто по льду сдавал задом, по узкому двору. Нас вот так носило в стороны постоянно. Я не знаю. Я как водитель просто очень понимаю хорошо, какой он стресс пережил. И я бы не хотела в эти дни вообще садиться за руль своей машины. Потому что это очень стрёмно. И на дорогах было очень много аварий в целом. Короче, таксисты, в итоге, мальчики выталкивали со двора. Потому что он не мог сам выехать. Малейшая какая-то горочка или ямка. И всё, машина просто сидит. У неё колёса буксируют. Но она не может ехать ни туда, ни туда. В общем, ужас. Просто ужас. Мы как-то с горем пополам доехали. Но вы бы видели, как мы с Артёмом спускались во двор. Вот эта горочка у нас, напомню вам, которая у нас спуск во двор заезд. Вот это. Единственное, что меня спасло, это то, что на вот этой части забора есть такой, как поручень. Видите, вот такая труба, там прицеплена, за которой можно держаться. Я как корова надлю, просто вчера вот тут спускалась и держалась двумя руками. И, наверное, в течение минуты трёх вот так медленно соскальзывала вниз. Артём просто вот отсюда съехал на ногах и въехал вот сюда в ёлки. Это был ужас. Потом он сюда подошёл, меня встретил. Ну, короче, помог мне дойти. Но подняться отсюда наверх опять, мне кажется, вообще невозможно сейчас. Машина наша до сих пор припаркована наверху возле забора. Мы так и не загнали её, потому что, ну, это даже вариантов нет. Она по-любому съедет в Хьювет. Это намного более скользко, чем вообще за всю мою жизнь когда-то. Честно, я за всю свою жизнь, мне сейчас 20 лет, ни разу не попадала в такой гололёд. Никогда. Да, я знаю, что, ну, гололёд, ну, скользко, но тупо лёд, просто лёд на дорогах и на тротуарах и везде. Даже трава скользкая, это просто ужас. Я очень надеюсь, что вы с таким нечасто сталкиваетесь. А если сталкиваетесь, то уже знаете, как с этим жить. Ну, просто я охренела. Я не думала, что такое возможно, правда. Ещё, а, ещё из-за того, что была большая очень наледь на всём, на проводах электрических тоже. У нас отрубилось электричество ночью в доме. И когда мы приехали, света не было, соответственно, воды не было, ничего. Я смывала макияж просто мицелляркой, потом остатки мицеллярки смывала тоником. Ну, вроде прыщей новых не вылезло, вроде всё окей. Ну, просто это жесть какая-то. Ну, сейчас, слава богу, уже появилось электричество, всё норм. Я не знаю, как там на улице, конечно, сейчас ситуация со льдом. Я очень надеюсь, что стало лучше. Потому что, ну, я не знаю, как быть. При таком льду загнать машину во двор нереально. И вообще куда-то ехать, конечно, стрёмно, очень стрёмно. Потому что если на самой трассе там льда может и не быть, то вот, допустим, во всех дворах, парковках, вообще на парковку, как вчера можно было заехать с таким льдом? Это нереально. И ладно, я уже 6 минут вам рассказываю про гололёд. Я просто хочу сейчас закончить этот влог и начать снимать новый. Поэтому вам спасибо за просмотр. И надеюсь, что вы получили удовольствие, пока смотрели этот видос. Всем хорошего дня и всем пока.